Такого раздолия у Читинского троллейбусного управления не было уже давно. При поддержке краевого правительства город предоставил предприятию сразу 14 новых машин марки «Оптима», презентация которых состоялась 15 октября в городском депо. Человеку, привыкшему ездить на старых троллейбусах, все это кажется больше декорациями к фантастическому фильму, чего стоит одна только бегущая строка и аудиозаписи с названиями остановок. При выходе на определенный маршрут водитель нажимает кнопку того маршрута, загорается видеотабло и бегут остановочки в салоне. Если кто-то плохо слышит, он может увидеть, какая будет следующая остановка. И в остановке уже не человек объявляет, а запись идет. Есть много и других новшеств. Например, при движении в салоне будет не так шумно, как раньше. А на первой и второй площадках для удобства пассажиров понижен пол. Рядом с новыми коллегами старые троллейбусы выглядят удручающие. Что и говорить, около 70% нынешнего парка уже подлежит списанию. Чите просто необходимо производить такую замену, я думаю, ежегодно на протяжении хотя бы трех лет. На торжественном запуске новых машин присутствовали губернатор Забайкальского края Константин Ильковский, мэр Читы Анатолий Михалев и председатель городской думы Александр Зинков. Почетные гости обратились к присутствующим на мероприятии с речами, после чего перерезали розовую ленточку перед новыми троллейбусами, открыв им путь на городские дороги. Первыми пассажирами на новых троллейбусах также стали высокопоставленные гости. Продолжение следует...